Здравствуйте, друзья! 26 декабря, где-то полдень примерно, и мы движемся в сторону Сан-Франциско. И Светлана зачитывает вопрос. Давай, Свет, первый вопрос, погромче. Этот вопрос я тебе зачитаю. Давай, мне зачитай. Почему учебная литература по научным и техническим направлениям подается на таком заумном языке, что понять то, что там написано, могут только люди, которые это и так знают. Еще с института, вспоминаю, как лекции по техническим дисциплинам большинство лекторов читало в таком стиле, как будто их цель не научить студентов, а просто прочитать материал. Без разницы, что 99% слушателей ничего не понимают. Ведь можно даже относительно сложные вещи объяснять, что называется, на пальцах. Почему автор обучающих материалов умудряется сложно говорить о простом авторам, авторы. Авторы. О простом. Сложно. И получается, что даже при желании разобраться в какой-то новой теме, натыкаюсь на объяснение, освоение которых требует в разы больше времени и усилий, чем тот же материал, написанный простом, доступном языке. Хотелось бы услышать ваше мнение по данным вопросам для человека, занимающегося обучением. Ну, хорошо, давайте так, значит, вопрос, фактически, почему объясняют сложно, если можно было бы объяснить просто и вербально на занятиях, и при написании литературы технической, такой учебной. Я думаю, здесь как бы присутствует элемент рыночного. Вот я попробую объяснить это с позиции рыночной. Вот в советское время, я помню, да, там человек писал книжку. Что такое было написать книжку для того, чтобы ее опубликовали в качестве учебника или учебного пособия. Вот я такой человек, я автор учебного пособия для техникумов связи по международным телефонным станциям. Со-автор. И вот, значит, верстается план у издательства. Вот, например, у нас было издательство «Радио и связь». У этого издательства верстается план. В этом плане стоит в таком-то году издать вот учебное пособие. Авторы, которые хотели бы поучаствовать, подают свои план-проспекты. И дальше там некоторым ресурсом внутренним это дело решается. То есть, кто будет автором, кому доверить написать. Дальше. Понятно, что там очень много всякого участвует, кроме качества план-проспекта. Да, то есть. Но это отдельно. И вот человек издает книжку. Эта книжка является единственной фактически для всех учебных заведений, которые преподают вот эту дисциплину. Скажем, во всех техникум их связи, которые были в то время, значит, учили там международные телефонные станции вот по этому учебному пособию. Соответственно, математика, соответственно, физика, соответственно, там, я не знаю, любая техническая дисциплина. Начердательная геометрия, электродинамика, там, все, что угодно. Математический анализ. Значит, человек пишет книжку, имея заказ от издательства. Он не пишет эту книжку для того, чтобы продать ее на рынке, где много книжек. Понимаете? Вот в Соединенных Штатах, например, преподаватель ведет курс в учебном заведении, в университете, в Сити-Калледже, вот где бы там ни был этот курс. И он думает, значит, какую книжку дать студентам в качестве учебного пособия предложить. Студенты сами ее приобретут. Но он должен им сказать, мы учимся вот по этой книжке. Ну и что получается? Если кто-то написал книгу, по которой учиться невозможно, или учиться сложно, или студенты недовольны, то какие его шансы, что кто-то захочет учиться по этой книге, когда много других, когда есть конкурирующее издательство. Понимаете? Ведь там же оптимизация была, в СССР, была оптимизация такая, на большой шкале такой. И говорили, нам же не нужно три учебника по одной и той же дисциплине. Нам нужен один, вот мы сейчас оптимизируем. Вот здесь нет такой оптимизации. Здесь один и тот же материал может быть покрыт там десятком учебников. И дальше надо из них выбрать. Поэтому отсутствие конкуренции приводит к тому, что человек старается удовлетворить тех, кто заказал ему эту книжку, а не тех, кто за нее деньги должен платить. Понимаете? Потому что денежная сторона, она как бы ушла. И вы можете сказать, ну сейчас это, наверное, уже не так. Сейчас это, наверное, уже не так. Но уже традиция сложилась. Сложилась традиция написания учебной литературы, которая пишется сухим академическим языком, которая меньше всего рассчитана на то, чтобы людям было по ней легко и просто учиться. И так далее. Вообще изложение каких-то научных или там инженерных фактов простым языком было как-то не принято. Вот я помню тот самый академик Капица, там их два еще, папа его есть. Но вот академик Капица, который вел передачу «Очевидное невероятно», рассказывал, что когда он стал вести вот эту передачу, отец ему сказал, и вообще вот в академических кругах это было неприлично, понимаете? Академику, серьезному ученому было неприлично что-то популяризировать для народа. Это неприлично. Неприлично писать простым языком. Я помню, у меня брат учился на Мехмате МГУ, вот он поступил в 66-м году, середина 60-х. И у него было много книг, он вообще такой большой был любитель книжек. И у него были феймановские лекции по физике. Это был такой сериал, там небольшие томики, не толстые, но так штук 9 их было, я не помню. Вот, феймановские лекции по физике. Они были написаны простым человеческим языком, это было так необычно. У брата же был учебник для американских школ по физике. Откуда он взялся у него, я не знаю, но он был переведен на русский язык. Такая толстенная книжка. Не то, чтобы они продавались на каждом углу, этого не было. Вот где-то ему перепал вот этот учебник. Он был толщины, как, знаете, вот советские учебники, если собрать по физике за все классы, где преподавали физику, ее умножить на 5, вот это получился бы тот учебник. Толстенная такая книга. С картинками цветными, со всеми делами. Это был принципиально другой вид учебника, учебного пособия. Вот, то есть разные задачи ставят. Определенная культура сложилась. Ну вот, вот так вышло. Кроме того, если мы уйдем от книжки и перейдем к лекционному материалу, я, например, не помню, вот я закончил два высших учебных заведения. Ни в одном из них мы не учились по книжке. Хотя книжки были. Книжки были, но все учились по конспекту лекций, которые начитывались в этом классе. Писали, сидели там эти лекции. Тогда еще не было таких возможностей, чтобы, допустим, там распечатать для каждого какую-нибудь там брошюрку с этими лекциями. Такого не было. Вот мы сидели, писали. И по книге никто не учил. Ну, то есть они были, но не так, чтобы по ним учиться. По ним не задавали заданий. Не было такого. Так вот, люди, которые вели занятия, вы должны понимать, что педагоги, работающие в средних, специальных и высших учебных заведениях, это педагоги, не имеющие педагогического образования. Это не люди, которые в средней школе, которые закончили пединститут. И уж худо-бедно, но как-то они изучали педагогику, они изучали методику преподавания тех дисциплин, в которых они специализируются. Они изучали детскую, возрастную, педагогическую психологию. Они проходили практику в учебных заведениях. Не бог весь, чему их там научили. Я против того, чтобы это принципиально преувеличивать. То есть, если человек не в состоянии преподавать, ему эти курсы много не дадут. Но все-таки там что-то такое формировалось. Люди, которые преподают в вузах, у них есть полная уверенность, что педагогика – это полная ерунда. Что вот если он знает хорошо предмет, то он может его хорошо преподавать. А если кто не успевает, ну так он тупой, извините, если человек тупой. Кто ему теперь должен? Чего? Я помню, вот с приятелем разговаривал, он преподает физику в одном из университетов, ну в Европе, скажем, в европейской стране. И он ведет исследование и преподает немножко. Вот он немножко шарахался от преподавания. Оно ему было не в радость. Вот ему в радость было вести исследование. Но как часть его ставки он должен был сколько-то часов там вести этих занятий. И когда я ему говорю, а чего бы тебе вот там, раз уж ты все равно ведешь занятия, чего бы тебе не заняться, что там педагогикой, психологией, посмотри, как люди усваивают, подразобраться в этом. Он говорит, он так удивился, он говорит, Миша, говорит он, я же исследования веду. Он говорит, представь себе, что вот есть люди у нас там, которые только преподают и исследования не ведут. А я же человек науки, я же вот им даю доступ к чему-то такому, чего вот те люди не могут дать. Я вас уверяю, что те люди, может быть, намного лучше его преподают. Для того, чтобы преподавать университетский курс, не нужно быть ученым. Понимаете? То есть, безусловно, ученый может что-то такое привнести, но, в принципе, любой университетский курс может вести любой, там, скажем, университетский преподаватель, который не ученый. Но он разобрался в этом курсе, разобрался в тем, как его преподавать, там, и так далее, и преподавая на здоровье. Вот, поэтому... Такая вот интересная история. Я вот, например, слышал, когда обсуждают американские университеты, и там человек говорит, вот я учился в таком-то университете, там у нас, там, половина моих преподавателей были, там, нобелевские лауреаты. Но сами они занятия не вели, а вели занятия их аспиранты. А сами они даже на уроки вот не ходили. Вот как-то так. Или там иногда появятся, но ему это было абсолютно неинтересно. Поэтому в высшей школе традиция такая, что если человек знает предмет, а тем более, если он еще и ученый серьезный и так далее, то вроде как он уже и хорошо преподает. Но я не знаю, что тут сказать. Вот такая-такая система. В Соединенных Штатах, в принципе, считается, что студент в основном сам занимается. То есть, конечно, он ходит на лекции, конечно, он что-то там слушает, но не предполагается, что ему во время лекции разжевали. Предполагается, что ему дали направление, а дальше он как совраска пашет, читает сотнями страницы всяких там изданий по теме, между уроками и так далее. И, в общем, они очень большую работу проделывают. То есть, здесь тоже не считается, что преподаватель должен именно разжевать. Значит, не тянешь, значит, не тянешь. Ну, в конце отсеивается очень много людей. Вот я помню, был недавно материал, ну, в течение полугода, может быть, от сегодняшнего дня. И там о вузах, об университетах, какое количество людей не заканчивают университеты, не доучиваются. Там есть такие университеты, где там 25-30% выпускников по отношению к тем, кто поступил. Вот такие есть. Я делал сюжет по этой теме. Вот, недоучиваются, не могут закончить по разным причинам. Так что, как бы, выживает сильнейший. Другое дело, что, безусловно, если человек уже взялся преподавать, то он может преподавать более понятно или менее понятно. Но тут есть еще один аспект. Дело в том, что есть люди, которые не в состоянии простую вещь объяснить просто. Я даже не говорю сложную вещь объяснить просто. Это отдельный талант нужен. Но объяснить простую вещь просто может очень немного людей. Они умудряются, это отдельный талант, какой противоположный, такой демонический. Они берут самую простую вещь и так ее объясняют, что понять не может даже тот, кто, казалось бы, знает предмет. Понимаете, это особый талант. Таких людей очень-очень много. Так что, и они абсолютно этого не понимают. И у них полное ощущение, что они замечательно делают свою работу. Если вы им это скажете, они будут удивлены там и так далее. Поэтому, что тут можно сказать? Ну, вот такая традиция. Вот так они пишут книжки, вот так они читают лекции. Я несколько раз в последнее время натыкался на комментарии от наших зрителей. Вот молодых ребят, которые учатся в университетах. И они говорят, вот приходишь на лекцию, он там что-то там талдычит, понять вообще ничего нельзя. А после этого ты, значит, там в кассу вносишь и идешь на дополнительные занятия, где тот же самый человек, объясняют уже очень понятно. Вот я такое слышал, причем неоднократно. Поэтому, я не знаю, может коммерческий интерес какой-то у кого-то есть. Но, безусловно, без всякого коммерческого интереса есть люди, которые просто не в состоянии. Кроме того, вы должны спросить себя, а как много получает за свою работу тот, который объясняет? Вот он занятия ведет. Он хорошо зарабатывает? Или он еле-еле концы с концами сводит? Он дорожит своей работой? Ему есть какое-то дело вообще до вас, до всех, кто там сидит? Если его завтра дурнут, он много потеряет? Понимаете, поэтому вот я бы вокруг этого все построил. То есть для меня это все вопрос, с одной стороны, традиции, конечно, но с другой стороны, это вопрос рыночных отношений в образовании. До тех пор, пока человек, который платит деньги, не является, как бы, тем, кто задает тон, да? То есть он своими деньгами ничего не решает. Значит, до этого, пока это все продолжается, значит, будет то, что мы видим. То есть какая разница, что думает этот человек? Ну, он ничего не решает. Значит, надо удовлетворить требования той стороны, которая, да, решает что-то. Администрация, может быть, там, еще, не знаю, коллеги. В крайнем случае, так сказать, свое, там, мнение о себе, не знаю, понты. Все, что угодно. Но, короче, тот, кто платит, тот заказывает музыку. Кто не платит, тот не заказывает. Счастливо! До свидания! До свидания!